Всем привет! И да, я снимаю сегодня видео не накрашенное, потому что, ну так, пока бровки оформила, потому что сегодня буду тестить косметику, которую получила в подарок с сайта Joy by Joy. Joy by Joy, кто не знает, это интернет-магазин косметики, там очень много косметики, очень разнообразных, очень разнообразных брендов, и я выбрала в конкурсе, они мне прислали косметику, которую сейчас как раз с вами буду тестить. И расскажу немножечко об условиях конкурса, какими были, то есть при заказе, когда вы заказываете косметику, мне пришло одно вот такое вот письмо, но, в принципе, как всегда, спасибо за заказ, и здесь очень-очень много приятных слов. Также пришла вот такая вот штучка с условиям конкурса. Условия конкурса вот написаны здесь, то есть условия конкурса были такие, необходимо было разместить фото с небольшим отзывом о косметике, обязательно поставить хэштег Joy by Joy.LowiseU и не забыть подписаться на сам аккаунт Joy by Joy, и также отметить этот аккаунт на фото. В общем, я выполнила все три условия и стала одной из трех победительниц. Мне выслали косметику, я ее получила буквально вчера, отсняла именно распаковку уже в инстаграме, если вам интересно, можете зайти посмотреть. А сейчас давайте я покажу, что же все-таки мне прислали, на что у нас сегодня будет такой затест. Это будет вот такой вот контурирующий стик от Weather Wild, далее будет вот такой вот кушон CC, и будет вот такая вот палетка от Makeup Revolution. Очень крутая палетка, здесь 144 матовых оттенка, и написано, что это коллекция 2018 года. Итак, давайте все по порядку, буду я также дополнять макияж своей косметикой, но основная задача, конечно, это будет тест именно вот этой вот косметики. И начнем, пожалуй, вот этого CC Cushion, это корейский, марка, я, к сожалению, с ней еще пока не знакома, называется N-Face, если я правильно произношу, что навряд ли, и тон у меня 23, навряд ли он, конечно, подойдет моей коже, но, как мне кажется, должен быть еще 21-22, но это, опять же, моя логика. Давайте все-таки откроем и посмотрим, что же там. Здесь находится вот такой вот кушон, открывается нажатием на кнопочку, здесь у нас находится пуховочка вот такая вот, пуховочка такая прорезиненная. И уже открываем, естественно, и находится сам кушон. Открываю защитную мембранку, и что-то мне подсказывает, что он очень-очень будет мне темноват. Ну, давайте все-таки нанесем и попробую нанести я как раз-таки вот этой вот пуховочкой. Ну, да, я уже вижу, что он мне темноват. Ну, как темноват, я сейчас загорела немного, и он мне, в принципе, подходит. Вот, ну, думаю, на зиму, на осень не очень будет, а вот сейчас, думаю, как раз сам. Так, сразу могу сказать, что он приятно наносится, очень приятная текстура. Плотность у него средненькая, сильно он не перекрывает, я думаю, вам это видно. Но все-таки выравнивает, это, в принципе, сисик ушон, поэтому ничего большего, какого-то плотного от него покрытия ждать не приходится. Так, ну, в принципе, я нанесла на все лицо. Что могу сказать? Покрытие у него среднее, цвет это, скорее всего, на лето. Белоснежкам он точно не подойдет, а ложится он равномерно, никаких пятен я не вижу. Плотность средненькая и, в принципе, хорошо выравнивает цвет лица. В принципе, очень легкий, очень приятный, даже не ощущаю его на лице. Такое впечатление, как будто ничего я не нанесла, но вижу вот этот вот тот. При этом он ложится такой, не могу сказать, что матовый финиш, не могу сказать, что сатиновый какой-то финиш или влажный финиш, но вот такой, вот он какой-то полуматовый, приятный такой эффект, холеная кожа, в принципе, дает, как бы мне нравится, хороший. Итак, кушон я уже нанесла, а сейчас хочу попробовать контурирующий стиль от Wet n Wild. Светлый хочу попробовать. Слушайте, он прям белый. Сейчас я вам покажу, нанесу и тот, и другой. Слушайте, ну красивый. Ой, очень мне нравится, если вам видно, не рыжий. Сейчас посмотрим, как будет работать на лице, и светлый, в принципе, мне тоже устраивает. Сейчас попробуем нанести на лице, посмотреть. Итак, контур я раздушевала. Могу сказать, он прям такого рыжего какого-то понтона не дает, но, однако же, это и не совсем такой холодный цвет. Сейчас я скажу, какой это у меня номер. Это у меня номер Light Medium. Что могу сказать? У него очень приятный оттенок, приятная консистенция, прекрасно тушуется, но все равно оттеночек такой тепловатый. Как контур на холодное время года я бы его навряд ли использовала, а вот на летнее очень даже. И если сверху нанести легкий бронзер, такой, как у меня вот от Faberlic, я думаю, будет вообще идеально. Сейчас попробуем. То есть, как под бронзер, такой контур под бронзер именно на лето великолепно. Хотя, вы знаете, такой приятный у него оттенок, такая теплинка, что, возможно, и в холодное время он тоже будет приятно смотреться. Итак, лицо у нас готово. Теперь настало время именно палетки, вот этой вот Makeup Revolution, именно тенюшек. Для начала я выровняю цвет и нанесу на глаза, это у меня, или давайте так, на один глаз я нанесу Maybelline Color Tattoo. Это такой вот крем-де-нюд 93, а на другой глаз наносить не буду. И мы посмотрим пигментацию, и как оно, в принципе, будет работать, как будет справляться, когда есть база, и когда нет базы. Закреплять буду из этой же палетки. Возьму, наверное, скорее всего, вот этот вот оттеночек. Он такой холодный, светлый. И нанесу его на все века. Просто закреплю здесь базу, и здесь просто выровняю цвет. Так, ну сразу могу сказать, что с базой цвет более у нас выровнялся, но нам важна именно пигментация. Так, я думаю, как раз, чего бы мне начать, очень много оттенков на самом деле, и пигментацию сейчас вам некоторых похожу, но вот так, как-то. Хотя этот самый яркий, допустим, желтый, но все-таки он, мне кажется, белесый. И такой прям бомба пигментации нет. Но, однако же, они действительно мягкие и очень хорошо передаются. Поэтому будет видно сейчас по ходу нанесения. И хочу я сделать такой более яркий макияж. Начну я, наверное, со складки века. и буду использовать складку натуральный оттенок, но такой вот степлинкой. Вот такой, если вам видно, вот такой степлинкой. Вот его нанесу я в складочку. В принципе, тени хорошо переносятся. По крайней мере, этот оттенок, какой вот есть в палетке, так он и переносится в складочку. Причем я могу сказать, что из базы и без базы как-то особого отличия я, в принципе, не вижу. Даже тут может даже поинтереснее, чем здесь ложится. Поэтому посмотрим, что будет дальше. Дальше я возьму оттенок более с рыжевинкой такой. Это вот такой вот оттеночек. Такой вот он, как бы оранжевый, если вам видно. Вот. И нанесу туда же чуть-чуть по-низу. Ну, что касается ярких оттенков на базу, а они ярче ложатся. Сейчас еще возьмем самый яркий и, в принципе, посмотрим. Чуть выше хочу взять желтый цвет все-таки. Да, яркость оставляет желать лучшего. Я думаю, даже... Сейчас на центр буду наносить вот этот вот прям такой явно малиновый на подвижное веко все. И я думаю, его нанести используя мокрым способом. Сейчас посмотрим, как это сработает. Ну, как по мне, так пигментация увеличилась. Ну, вот. Так намного лучше. Сейчас буду потушевывать потушевывать буду тем же оттенком просто на сухую. Так лучше мы получим легче переход. Он будет более такой плавный, более плавно уходить наш предыдущий. По нижнему веку я прорабатываю вот этим таким тоже теплым коричневым с этой же стороны. Вот такой красный макияж у нас получается. На хэлли. Но опять же, наша задача, как бы, не сделать носительный макияж, который вы носили в его офис, а максимально использовать палетку, максимально использовать цвета и в принципе добиться яркости какой-то. Ну, да ладно. Получилось то, что получилось. И, конечно, не хватает немного шиммерных каких-то сатиновых оттенков. Вот так и хочется. Вот задавное яблочко что-то такое блестящее. Уже сбилась эта краснота. Но, так как у нас матовая палетка, будем убирать по-другому. Значит, нанесем немножечко темного оттенка вот сюда, вот на уголок. Ну, вот такой вот макияж у нас получился. Прямо под мой образ. Ну, так вот. Я добавила немножечко в уголки глаза хайлайтера. Это у меня тоже, кстати, от Веденвел. Давай сейчас накрашу ресницы и скажу, в принципе, свое мнение, что я думаю об всей этой палетке, ну, и, в принципе, обо всех продуктах. Тушь у меня Кабаре. Так, ну, вот такой макияж у нас получился. В принципе, я довольна. Что могу сказать? Что с базой, что без базы, пигментация одинаковая абсолютно, особенно, если наносить по мокрым способом. Что касается самих теней, они хорошо тушуются, они хорошо наносятся, немного отсыпаются, ну, а так, в принципе, пигментация у них такая вот как бы средненькая, это не какой-то там, это, конечно, не Urban Decay Electric и не Анастасия и не Худа, ну, да ладно, яркого результата, как мы видим на сегодняшнем макияже, тоже можно с ними добиться и выглядит хорошо. Хорошо втушевываются друг в друга, не создают никакой грязи, в принципе, и лицами довольно просто. Конечно, не хватает шиммерных и сатиновых, вот если еще такая палетка шиммерных сатинов, вообще великолепна. Идем дальше, у нас еще вот такой вот стик, контурирующий от Wet n Wild, там дает очень хорошую тень и такой он немного тепловатый, думала будет рыжить, но вот, как бы смотрю на себя и особого рыжего оттенка не увидела я, но опять же, это возможно только потому, что я как бы немного загорела, хотя, в принципе, не загораю и нам вряд ли он подойдет на холодное время года, но опять же, посмотрим. И по поводу Кушина, та же самая история, что со стиком, он крутой, он прекрасно наносится, прекрасно ложится, он мне вот вообще везде лег, никуда не запал, никуда не убежал, не ускочил, ну как бы, вот не знаю, как он будет в течение дня смотреться, и держаться, и носиться, и как он смотрится на лице, меня вполне это устраивает, устраивает, что тут также не супер какой-то сатиновый, и влажный финиш, и не супер мат, как раз то, что нужно, эффект такой холеной кожи, а если вам что-то не нравится, то припудрите, как это сделала я на Т-зону, в принципе. Ну, в принципе, вот так вот, продукты мне все понравились, я очень и очень довольна, и также мне еще приходили вот такие вот три лака от Lumine, ну, естественно, сейчас я тест не буду с ними делать, но они также были в моем подарке, в моем подарке-сюрпризе, но вы, если хотите, заказывайте на Joy-BotJoy, вам будут приходить вот такие вот брошюрочки, как в последний раз мне пришло, и, насколько я понимаю, конкурс все еще продолжается, поэтому участвуйте и побеждайте, а на сегодня это все, спасибо, что смотрели до конца, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok